Сегодня день рождения Алисы Фрейнлих. В судьбе актрисы десятки фильмов и работа в нескольких театрах. В ее адрес не часто услышишь великолепное ослепительное, просто потому, что сама она не любит громких слов. Куда лучше? Безупречная, интеллигентная, тонкая. В ее случае талант легко меняет правила. Ей удавалось и удается невозможно. В одном из своих спектаклей она до сих пор играет ребенка. Из Санкт-Петербурга Дмитрий Витов. Здравствуйте, Алиса. А вот и Алиса. Алиса Броновна, ну на минутку, на минутку. Нет, вы не заметили. Вы против? Я голодная. Нет, это хорошо. Вы против? Нет. Даже те артисты, что живут с Алисой Фрейнлих на одной улице, редко с ней видятся. Недаром ее называют неуловимой. График расписан поминутно на несколько месяцев вперед. Что вас так печально? Еще задолго до своего юбилея актриса предупредила, что никаких торжеств устраивать не будет. Хотя сразу три театра в честь этого события готовы были уступить ей сцену. Например, театр имени Комиссаржевской. Здесь она дебютировала в 57-м году. Перелом в судьбе Алисы Фрейнлих наступил в 61-м, когда в Комиссаржевку всего на одну постановку пришел режиссер Игорь Владимиров. Он буквально увел молодую актрису в театр Ленсовета. Это самый смелый человек на сцене и самый трусливый за кулисами. Это прекрасный партнер. Она как дельфин подталкивает слабого артиста носом так, чтобы он был живым, приносил пользу и партнерам, и зрителям. То есть недаром театр назывался театром Алисы Фрейнлих. И вокруг нее формировалась труппа, вокруг нее формировалось мировоззрение, вокруг нее формировался актерский вкус и ремесло. Несмотря на успех в театре, кинорежиссеры продолжали относиться к ней скептически, считали ее внешность нефотогеничной. И хотя она снималась каждый год, даже удачные ее роли оставались для широкой публики неизвестны. Я плакать. А мама, мать тогда со мной жила, ничего говорить с тобой не делай. Матерь не послушалась, а его вон послушалась. А он привез в больницу записку, поваливались, мол, и хватит меня нищей. Всероссийская кинослава, наконец, пришла к Алисе Фрейнлих только в 77-м, когда на экраны вышел фильм «Служебный роман». Что вы за человек? Я не могу вас раскусить. Не надо меня кусать. Зачем раскусывать? Вы утверждали, что я черствая. Почему мягкая? Бесчеловечная. Человечная. Бессердечная. Сердечная. Сухая. Мокрая. Я... Она приезжала, так сказать, после плохой ночи в поезде, ее сразу везде на Мацфиль начали одевать, гримировать. И в кадр. Это, конечно, большое испытание для любой актрисы, для любого актера. Но по картине вы этого никогда не заметите. Я не говорю о том, что у нее замечательные вокальные данные, замечательный слух, голос вообще. И она пела песни там прекрасно. И это тоже, так сказать, дало большое очарование для этого образа. В этом фильме полностью раскрылся комедийный талант Алисы Фрейндлих. А уже в 79-м году она сыграла в картине Тарковского «Сталкер» и потрясла зрителей, как глубокая трагедийная актриса. Я уверена была, что с ним не будет хорошо. Я знала, что и горя будет много. Но только уж лучше горькое счастье, чем серая умная жизнь. Ее фильмография потрясает. Это более 50 картин. Среди них «Д'Артаньян и три мушкетера», старомодная комедия, жестокий романс, опасный возраст, возвращение мушкетеров. Несмотря на успех в кино, Алиса Фрейндлих по-прежнему самозабвенно служит театру. Ее имя нисходит с афишей Ленсовета и БДТ имени Товстоногова. Вот и сегодня у нее запланирован спектакль. Выход на сцену в день рождения она считает лучшим подарком. Дмитрий Витопов, Владимир Смирнов, Первый канал, Санкт-Петербург. И сегодня в 22.30 на нашем канале смотрите документальный фильм «Неслужебный роман» Алисы Фрейндлих. Субтитры administrал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...